Они встречаются несколько раз в год на всевозможных спортивных соревнованиях. Сотрудники атомной отрасли из различных регионов нашей страны в очередной раз поборются за лидерство в зимних видах спорта. Москву представляют сразу три команды. Участники одной из них не в первый раз приезжают в наш город. Во-первых, это объединяющее такое мероприятие. Мы отлично проводим время здесь. Ну и спорт. У него такая миссия в жизни, наверное, объединяющая. Ну и здоровье, радость несет. На торжественной церемонии открытия к участникам зимней Атомиады с приветственными словами обратились первые лица города и ядерного центра, а также представители госкорпорации «Росатом». Атомиада – это два беспорядка события в области. Также для Атома, чтобы предприятие городского спорта, здоровье и отлично устроили. В течение двух дней спортсмены будут бороться за звание сильнейших в пяти видах спорта – мини-футболе, шахматах, хоккея, лыжных гонках и зимним троеборьем. Болеатлон включает в себя три подвида. Это стрельба, у женщин отжимания, у мужчин подтягивания и лыжные гонки. Приятным сюрпризом для спортсменов и болельщиков стало выступление юных фигуристок. А сразу после торжественной церемонии в матче открытия спартакиады на льду скрестили клюшки команды ядерного центра и специального научно-производственного объединения «Элерон» из Москвы. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует...